Полное описание и точная дата выхода с первой по восьмую серию российского сериала «Налет». На первом канале со 2 августа начался повторный показ сериала «Налет». Серии будут выходить по две каждое воскресенье. Первая серия. Полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калушного. Но благодаря стараниям адвоката бандита выпускают. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком убийстве, превышает полномочия. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова и УСБ он совершает самоубийство. Вторая серия. После провала в расследовании дела Савочкина, группа Каплана находится на распутье. Начальник Дроздова, Киселев, дает разрешение на допрос всей группы Рыжова. Оксана мучается из-за истории с гибелью Савочкина и обращается за советом к отцу. Вачевского выслеживает монах и заставляет признаться в том, кто его сдал. Карпенко должен хозяевам подпольного казино. Каплан пытается помочь другу выпутаться из этой истории. Третья серия. После визита гостей из подпольного казино, требующих вернуть долг, жена Карпенко просит его уйти из полиции. Оксана в одиночку ищет следы в новом деле по ограблению банкоматов. Монах пытается узнать, где бриллианты, которые должны были передать его жене. Группе Каплана удается выйти на след налетчиков на банкоматы. Четвертая серия. После взрыва гранаты Каплан оказывается в больнице. Киселев, недовольный работой Дроздова, приказывает ему прижать группу Каплана. Карпенко похищают недалеко от его дома. Каплан получает видеозапись, пыток коллеги и требования выкупа. Он вынужден обратиться за помощью к монаху, чтобы достать деньги на выкуп Карпенко. Каплан и Вачевский соглашаются совершить налет на банкомат по наводке Монаха. Пятая серия. Из-за обмана Монаха у команды по-прежнему нет денег на выкуп Павла. Поиски похитителей также не дают результатов. Группе Каплана приходится задействовать все возможности, чтобы освободить коллегу. Дроздов по совету Киселева решает надавить на близких четверки людей. После его визита отец Оксаны умирает от сердечного приступа. Шестая серия. Каплан и команда бывших бойцов спецотряда едет на операцию по освобождению Карпенко. Но по пути натыкается на засаду Дроздова. Карпенко удается спасти. Каплан получает видеозапись, которая отвечает на многие вопросы о прошлом Рыжова. Седьмая серия. Полицейские понимают, что в случае, если Монаха поймают, он сдаст их в обмен на свою неприкосновенность. Несмотря на то, что дело Калужного переходит в Следственный комитет, и каждый шаг четверки оказывается под особым прицелом, группа продолжает поиски Монаха, но их опережает глава Следственного комитета Зацепин. Восьмая серия. Монах заявляет, что будет говорить только с Капланом. Олег предлагает бандиту сделку. Он вытаскивает его из тюрьмы в обмен на молчание. Группа Каплана разрабатывает план побега Монаха. Чем закончится сериал? Все началось после убийства Рыжова, роль которого исполнил Андрей Смоляков. Но самое интересное начнется к концу сериала, когда Монах закопает Оксану живьем в могилу. Лукерья и Лешенко играют Оксану Голикову, которая пытается сдержать своих друзей от полицейского произвола, но в итоге сама готова на убийство. Александр Паль играет красавчика Федора Вачевского. В конце сериала парень погибает во время взрыва в машине. Федор погибнет, когда его подруга будет ждать от него ребенка. Федор лежит после взрыва в коме, но он уже не человек, и Оксана принимает решение отключить аппарат от искусственного дыхания, чтобы Федор не мучился. Владимир Машков в роли Олега Каплана спасет Оксану, но не сможет спасти себя. Каплана расстреляют мафиози, но он должен остаться в живых. Каплан был в бронежилете. Павел Карпенко тоже жив, но он разочаруется на время в своем командире Каплане. А главного злодея Монаха, которого играет Егор Пазенко, сожгут. Если сериал полностью повторяет французский сериал, то у Олега Каплана в конце окажется брат, который сидит в тюрьме за убийство ребенка. И через него Олег даст команду убить Монаха. Напомним, каждое воскресенье на первом канале будет выходить по две новых серии. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе. Последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Субтитры сделал DimaTorzok